Друзья, вторая съемка, обход. Так, Елена Александровна, узнаете? Да. Слава Богу. А вон тот. И тот тоже. И тот. А, этот, я сейчас это. Я хочу настоящие съемки сделать, когда на них плоды будут. Так. Цветение уже началось. Ага, цветение началось. Смотрите, розовый такой цвет. Персик ведь цветет розовым. А это абрикос. А погодите, погодите. Ну, прочитайте, что он напишет. Персиковый. Ну, персиковый. Ему все забыло. Бесик привали, все забыло. Так. Персиковый. Ну, ладно. Итак, что получается? Значит, пойдемте. Вот такие вещи. Интересно, чем? Значит. Это академик. Знаете, какое чудо было? Он взял, зацвел, аж по это, посадке 15-го года, так? А потом я его брал с него черенки, калечил, калечил и чуть не уморил его. Но интересно, что в прошлом году не было ничего, он уже заболел из этих обрезок. А предпоследний год он дал плод 100 грамм. А у меня есть фотография. А он не круглый, а кубиковый. Я тогда еще шутил. Выращиваем сорт кубических, складываем ведро и влазить будет полтора раза больше. Мы транспортные расходы, бензин, солярка. Все сократилось. Вот. Ну, это была шутка. Пойдемте сюда. Значит, привали мы в разные годы. Вот. Впервые мы начали, по-моему, в 16-м году, да? Вот. Еще студентка приезжала ко мне. Даже просто неофициально. Было? Да. Рыкалин, его работа. Привез. Привез, да. Да. Познакомил. А тут же руки зачесались. Я говорю, ну, да, хорошо, хорошо. Давай, работай. И вот результат. Ну, сейчас на бирки заглядывать не будем. Но некоторые мелочи были. Помните, как я говорил? А давай попробуем сливу на абрикосе. Вот это этого года прививка. Вот. Но это уже, мы, так сказать, извращаемся. А поначалу все было официально. Нужно было вырастить саженцы для официальной. Вот они. Вот они. Так. Пойдем сюда. Вспоминаем. Значит, я помню, мы четыре сорта привали. Сейчас, пока не заплодоносят, у меня памяти нет. Бирки висят. Значит, мы привали бай, поздний филиппио, академик и... Королевский. Королевский. О, точно. То есть мы выбрали четыре уникальных сорта. Вот теперь на них пчелы сидят. Смотрим сюда. Начинали мы... Вот с этих вот. Смотрите, что творится. Красавец, да? А теперь смотрим сюда. Эти годом позже. Цветочек сочел, смотрите. Да, на прививке вот. Мне никто не запретил использовать третий этаж. Это ваш саженец. Ага. Ну-ка, я вот так вот. Потом фотографию надо будет сделать. Вот так вот. Здорово. Да кто кого украшает? Взаимно. Смотрим сюда. Смотрите. Смотрим сюда. Красота какая, да? Вот. А, ну, единственное, вот эти вот без вас. Это был пятнадцатый год. Не считается. А вон дальше пошел. Вон он. Королевский. Вон мы вдали. Ну и там тот, это... Еще есть несколько неваших. Итак. Все показал? Нет, не все. Нет, не все. А, пойдем в тот закуток. Там красавцы стоят. И остальные мы пересадили на последний участок номер четыре. Потому что там место освободилось от предыдущих хозяев. От картофельного поля. Так, как бы не растрясти бы этот. Вот. Вот. И, наконец, семнадцатый год. Или восемнадцатый? Ну-ка, вспоминайте. Восемнадцатый, по-моему. Сейчас скажу. А, да, восемнадцатый. Вот все, что цветет, это ваше. Смотрите. И что я понаделал, смотрите. Это же персик? Нет, это абрикос. А, это абрикос. Сейчас покажу. Сейчас покажу. А, вот, видите. Вот он, персик привитый. И так далее. В общем, здесь и остальные ваши саженцы там, в основном. На том участке. Теперь смотрите. Так, друзья, мы начинаем с вами прививку. Называется прививка за столом. Способ прививки лучшая каплюровка. Делаем прививку у самого корневой шейки. Делается так, вот такой расщеп. Смачиваем водой. Вода. Здесь пол кубика сахара. Так. Для того, чтобы лучше приживалось. Делаем вот такой вот разрез. Я называю замок. Ну, во всем. Еще называют зарез. Еще называют расщеп. Вот так вот. Подвой готов. Из прививки, тут видно, я выбираю самую толстую. Это самые ценные черепки, потому что это поздний филиппик. Вот. Бывает, что по диаметру чуть-чуть не совпадает. Но у меня приживаются такие. Очень твердая древесина. Смотрите. Теперь мне надо, что... Макаю воду. Делаю расщеп. Оставляю две-три почки. А мы все две. Если экономлю. Снова макаю. Теперь мне надо, чтобы хотя бы с одной стороны камбий совпал с камбием. Кора с корой. Сейчас покажу вам. Вот так это выглядит. Теперь я беру и обматываю вот этой пленкой. Пленка уже распакованной. Вот такой вот привычная лента. Мы ее продаем. Делают ее с афронов. Вот она. Не буду распечатывать. Чтобы полюбовались, как она выглядит. И стоит эта штука 100 штук 500 рублей. Итак, вот она пленка. Заматываем. Смотрите внимательно, как это выглядит. Вот здесь вот я применяю силу так. Потому что пленка очень прочная. Я использую силу до конца. На грани порыва ленточки. У меня еще не хватило немножко. Я не обижаюсь. Видите? Вот она. Не хватило подлиннее. Ничего странного. Хватаю в обратную сторону. Сейчас. Видите как? Что даже порвалась. Настолько она. Ну все. Мне хватило этой длины. Полторы ленточки. Вот этот замочек. То есть это узелок. Самый простой способ узелка. Продернул. Все. Вот. Готово. Нет, не готово. Надо замазать еще верхний срез. Надо замазать. Я недоволен тем, что он у меня оборвался. Мне вот как раз не хватило вот столько. Вот. И у меня не получился толковый замочек. Заматываю вторую, которая отрывалась. Вот теперь нормально. Вот смотрите, как делается узел. Вот так. И вот так. И замазка. Только торец. Все. Есть умники, которые говорят, а мастит целиком, сохнуть не будет. Сохнуть не будет, сгниет. И ставим в ведро. Надо в это же ведро, чтобы нам не перепутать сорта. Ой! Чуть не упал. Чтобы не перепутать сорта. Вот. Вот. Все. Теперь он напьется воды. Вот. Ну, наверное, наверное, все на этом. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...